С приходом жары на ограничение ввели ограничения на посещение лесов. Полного запрета нет. Выйти за грибами или ягодами можно, а вот разводить костры и мангалы нельзя. Табу и на проезд по лесным дорогам на личном автомобиле, за исключением случаев, когда вы направляетесь к своему участку или к месту отдыха. Нарушителям придется заплатить штраф почти 400 рублей. Если же лесному фонду будет причинен ущерб, сумма возрастет до тысячи. Добавим, в эти дни по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. На выходных ожидают до 30 градусов тепла, дождя не будет. Как показывает практика, для спасателей это горячая пора. Во всех оборудованных для отдыха местах будут дежурить специалисты службы освод. Они готовы в любой момент прийти на помощь, но при этом напоминают. С водой шутки плохие и призывают гродницев быть осторожными, не заплывать за буйки, не употреблять алкоголь перед купанием и внимательно следить за детьми. За последние две недели в Гродненской области не зафиксировали ни одного ЧП на воде. Прохладная погода дала о себе знать. Сейчас лето вернулось и люди массово стали выезжать на пляжи. Напомним, в Гродно определены четыре места, разрешенных для отдыха на водоемах. Это озеро Юбилейное, центральный пляж, лесопарковые территории с пляжами в урочищах Лососно и Пышки. По состоянию на сегодняшний день качество воды соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности. Ограничительные мероприятия в виде запрещения ограничения приостановления купания на территории водных объектов города Гродно и Гродненского района в установленных для купания местах не выносились. Субтитры создавал DimaTorzok